Срочники в пределах страны, а контрактники в зоне СВО. О чем еще говорили на пресс-конференции военком и мэр Махачкалы, смотрите в выпуске. С вещами на выход все лучше гостям. Какие плюсы и минусы сулит нам небывалый турпоток в регион, разбирались наши корреспонденты. Викторины, нашиды и угощения. В Духовно-просвидетельском центре состоялся коллективный старт представителей лезгинского народа. Бой за миллион долларов. Боец Резван Куниев стартовал с победы в гран-при с солидным денежным призом. Около 100 социальных объектов начнут строить в 2023 году в Дагестане. Об этом в ходе заседания оперативного штаба заявил председатель правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов. В текущем году в рамках нацпроектов образования и демография предусматривается строительство 58 объектов образования, а также 37 объектов в рамках республиканской инвестиционной программы. Также планируется строительство шести объектов здравоохранения за счет средств регионального бюджета. Ни один призывник-срочник в зону СВО отправлен не будет. Об этом и не только рассказали журналистам республиканских СМИ, военный комиссар Махачкалы и исполняющий обязанности мэра города. Более 200 молодых дагестанцев в возрасте от 18 до 27 лет в эти дни проходят необходимую медкомиссию. Службу они будут нести в войсковых соединениях только на территории страны. Поэтому спикеры больше говорили о контрактной службе для желающих отправиться в зону СВО. Вернее, о добровольцах, прошедших в свое время необходимую подготовку в рядах российской армии и готовых вернуться в строй. Городские власти разработали даже специальную информационную брошюру, которая разъясняет все преимущества и льготы службы по контракту. По словам исполняющего обязанности мэра Махачкалы, речь идет о беспрецедентных мерах поддержки, желающих послужить Родине. Ну, призывники, значит, те, которые прибывают в войска, значит, они направляются в учебные отряды на несколько месяцев для того, чтобы, значит, получить воинскую специальность. Значит, после этого они проходят службу в войсковых частях. Ну, еще раз повторяю, в район специальной военной операции эти призывники направляться не будут. Туда направляются только профессионально подготовленные военнослужащие контрактной службы офицеры и прапорщики. Для решения вопросов прохождения военной службы по контракту желающий, значит, должен прибыть в военный комиссариат города Махачкалы по улице Гамидов 63. Значит, мы его примем, значит, объясним, какие документы ему необходимо будет собрать. Значит, после этого, значит, мы его направляем, значит, на республиканский сборный пункт, откуда он бывает для, значит, воинской части для заключения контракта о прохождении службы. Город разработали такие прошурки, потому что здесь информационно, о чем Геннадий Сухолевич сказал, здесь подробно все это расписано. Здесь все эти льготы, здесь начиная от приказа и законов федеральным, и указа президента, который гарантирует и социальные льготы, и виды поддержки, и перечень, значит, денег и удовольствия, перечень вещевого удовольствия. Ну, здесь, конечно, такого, значит, таких социальных пакетов и такой, значит, социальной страховки, не дай бог, человека ранит военнослужащий или погибнет, никогда в историю Советского Союза России я, например, не видел. Поэтому здесь гарантии очень сильные и очень мощные, и поэтому, когда военнослужащий воюет, ибо находится на территории по контракту, я про них говорю, он должен быть спокойным, что за его семью отвечает государство, отвечает власть, которая здесь есть, муниципальная власть. На майские праздники загруженность дагестанских гостиниц составит 100%. Такие официальные данные озвучивает региональный Минтуризм. Однако турпоток в республику идет уже сейчас. Каждый день в горный край прибывает все больше гостей из других субъектов страны. Это в целом хорошо, но, как выяснили наши корреспонденты, наряду с плюсами есть в этом деле и немало минусов. Продолжение темы. Сюжет Карима Гамаева. Свободных мест нет. Именно такие объявления на ресепшенах дагестанских отелей нас ждут уже в мае. Это подтверждают и сами сотрудники гостиниц. На сегодняшний день загрузка номерного фонда в гостинице «Ленинград» составляет от 45 до 50%. Что касается потока в сезон, то процент загрузки определенно выше, чем в прошлом году. Из года в год поток туристов в республику начинает расти. В прошлом году, по официальным данным, Дагестан посетила более полутора миллиона человек. Это для сравнения на 44% больше, чем в 2021. Ну а в году нынешнем объем турпотока, по прогнозам аналитиков, возрастет еще на 30%. Так что же так влечет туриста российского в наш горный край? И мы хотели на море побывать, на Каспии. Очень давно мечтали побывать на Каспии. И вот с Дагестаном почему так получилось? Потому что здесь родился мой отец в этой республике. Долгое время здесь проживал. Я как-то маленькая была, когда он меня сюда привозил. Мы в Избирбаши смотрели вот эту гору, пушкинская голова, которая там, да. Приехали, ну в общем не пожалели. Мы второй день здесь. Нам все нравится. Особенно нравятся люди. Такие люди приветливые, во всем всегда помогут. Вообще давно уже не видели вот мы такого отношения к приезжим. Я уже была в Татарстане. Это тоже мусульманский регион. Но Дагестан, мне кажется, более самобытный. Ощущение, что за границу приехал. Или вот едешь по этим горным улочкам, ощущение, что это горные улицы Италии. На рынке пока не были, но нам говорили, что там, да, там дешевле гораздо, чем где-либо. Но вчера я вот купила себе косметику в три раза дешевле, чем я купила бы ее в Питере. Поэтому цены для туристов вообще шикарные, считаю. А что рядовые дагестанцы думают о развитии туризма в республике? Больше пользы или проблем от наплыва гостей испытывают местные жители? Для нас туризм это новое. И в любом новом деле всегда бывают и трудности, и препятствия, и какие-то проблемы, и критика бывают всегда. Но это все, я думаю, временное, потому что в ближайшие пять лет все будет на конкурентной основе. Все будет и завершение цен, и нравственность наших дагестанских людей. Сегодня почему Дагестан приезжает? У нас только одна фишка – это добрые люди. А остальное во всем мире, где хочешь, можно найти тоже. Вот наша доброта, я думаю, победит и эти рост цен, и вот эти аморальные образы какие-то, которые ведутся. Мы перестраиваемся под туриндустрию, но, к великому сожалению, идем порой. Это, наверное, такой эволюционный процесс, да, а без потери такие вещи не случаются. Но жалко, что люди страдают реально от этого. Здесь нужно использовать административные рычаги. Вот здесь люди на площади должны предпринимать шаги, которые позволят, ну скажем так, безболезненно проходить подобного рода вещи. Мнения разнятся. Вывод каждый делает для себя сам. Ну а нам остается надеяться, что ответственным ведомствам удастся выработать механизм для комфорта гостей, без усложнения жизни местных жителей. Карим Гамаев, Саид Шагидов, новости ННТ Махачкала. В селении Дылым Казбековского района в эти дни проходит выставка священных реликвий пророка Мухаммада Мирьему. Продлится она до 12 апреля включительно. В подготовку к знаменателям и мероприятию были включены все села района. Айша Тухаева расскажет подробнее. Все 13 сельских поселений Казбековского района ответственно готовились к выставке. Проводили массовые субботники, вычищали даже лесополосу около дороги. Большое количество волонтеров с утра и до поздней ночи трудились и в подготовительный период, и в дни прохождения выставки. Каждый приехавший взглянуть на реликвии смог оценить гостеприимство села и хорошую организацию мероприятия. Мы сделали даже всеми руками светильники. Девочки все были задействованы. И маленькие, и взрослые, и пожилые. Кто-то делал мыльные розы, кто готовил светильники своими руками. Вы сами, наверное, видели, как украшено наше село. Здесь для всех постящихся гостей вечерами проводят ифтары. В эти дни реликвии посещают жители со всех уголков Дагестана. Приезжают с семьями, с детьми. Волонтеры размещают вновь прибывших на отдельном этаже мечети. Сотрудники отдела просвещения читают небольшую проповедь о реликвиях, их значении и правильном отношении к ним. Я случайно увидела рекламу. И я тут же отправила к своей родной сестре и всем, у кого машины есть. Давай, поехали. Я говорю, если вы не поедете, я сама поеду. Я хочу туда попасть. И сестра мне не отказала. Поехала. Я здесь. Я рада. Я как будто пророка увидела. Прикоснуться к частичке истории нашего ислама, узнать побольше, получить эти эмоции, это непередаваемость честного. Аллах, священный Аллах, за то, что дал нам сегодня возможность в очередь увидеть, цезреть авторы великих пророка Сулбаласа и господи Женкова. Я приехал с семьей вместе с детьми, с женами. Пусть совершенную примет. Они уже в курсе, они уже читали, они в медресе ходят, и они с нетерпением ждали увидеть. Больше всего впечатлила волос пророка, который еще сохранился. Больше всего там понравилось волос пророка, тарелка, блюдечко, с которым он пил, и сабля. Я думала, неужели оттуда пил пророк с релосом. И тогда увидела волос особенно, мне казалось, что он прям где-то рядом был. Мы приехали с селения, с селения Гумбетовского района, с женой, внучками приехали. И уже заранее было известно, что здесь такое собрание будет. И подготовились как положено. А потом внучкам рассказали, что и как, какое значение это имеет. Выставка работает круглосуточно. Посетители прибывают и поздней ночью, и ранним утром. Реликвии будут выставлены в селении Дылым по 12 апреля включительно. Айша Тухаева, Ислам Халиков, Алиас Хаб Магомедов. Новости ННТ Дылым, Казбековский район. Более 18 тысяч представителей Лизгинского народа приняли участие в коллективном эфтаре. Мероприятие состоялось в Духовно-просвидетельском центре в Махачкале. Гостей ждала насыщенная программа. Нашиды, наставления от выступающих и викторины с подарками. В рамках эфтара состоялся розыгрыш пяти путевок в Малый Хадж-Умра и автомобиля Лада Гранта. Праздничные мероприятия поддержали представители власти, религиозные и общественные деятели. Сегодня очень рад, что именно здесь, в Духовном центре строящимся, собрался ифтар Лизгинского народа. Даже ведущий сегодня говорит о том, что не ожидали такого количества участников ифтара. Хочу поблагодарить нашу муфтия Ахмада Фанди, благодаря которому много и много людей приходят в ислам. И этот центр тоже, его идея, народная идея, которая народным способом строится. И все это на благо наших мусульман, всех народов. Лизгинский, Даргинский, Аварский, это все условно. Мы один народ. Те корни, которые были заложены этим народом, такими людьми, как Мухаммад Арабский и остальными, они возродятся и вера будет крепчать и крепчать в этом краю, иншаллах. Очень рад, что я здесь присутствую. Я рад, конечно, что столько Лизгин, столько мусульман собираются в эту мечеть прекрасной. Мусульман. Сагвал, Чандин, Сири, Диргин, Шадвал, Чанди, Сагвал. Мурмед, Герекаткуя. На больше таких дней. Аминь. Аминь. И о спорте. Махачкаринская «Динамо» одержала победу в матче 26-го тура Первой лиги. На Анжарине дагестанская команда нанесла поражение челнинскому «Камазу». Игра завершилась с минимальным счетом 1-0. Успех столичному клубу принес точный удар Никиты Глушкова в компенсированное время. После этого матча «Динамо» с 37-ю очками поднялось на шестое место в турнирной таблице. Боец Резван Куниев стартовал с победы в гран-при за 1 миллион долларов. Новый сезон Лиги ПФЛ в тяжелом весе начался на выходных в Лас-Вегасе. Дагестанский микс-файтер проводил бой с бразильцем Хенноном Феррейрой. Поединок завершился победой Резвана Куниева единогласным решением судей. Это было 13-е успешное выступление в карьере спортсмена и первое в американской лиге. Он занес в актив 3 балла и теперь для попадания в стадию плей-офф ему нужно одержать еще одну победу. Продолжение следует...